Всем привет! С вами Валерия! Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир! Сегодня мы с вами будем мастерить тапиарий в форме сердца с обалденным ароматом кофе. Автором идеи таких тапиарьев является мастерица Галина Горелова. Выражаю Галине огромную благодарность за чудесную идею. На мой взгляд, такой тапиарий станет очень оригинальным подарком вашим любимым. Для работы понадобится гофрокартон, термопистолет, шпатлевка, акриловые краски и лак, любой стаканчик для основы, шпагат, деревянные шпажки, кофейные зерна, а также дополнительные материалы. Также под видео вы найдете ссылку на шаблон с размерами сердечка. По шаблону из гофрокартона вырезаем 8 одинаковых деталей. Для двух верхних деталей выбирайте плотный ровный гофрокартон, а для внутренних 6 деталей гофрокартон может быть любым. Для двух верхних деталей можно использовать также покупные заготовки из МДФ или фанеры. Также можно использовать плотный переплетный картон. Чтобы сделать поверхность похожую на шоколадную плитку, можно поступить тремя разными способами. Способ номер один. Для имитации плиток шоколада лучше использовать ровный плотный гофрокартон. Нарезаем прямоугольники размером 2 на 3 сантиметра. Продолжение следует... Продолжение следует... Сверху наносим пастообразную шпатлевку. Старайтесь заполнить всю рельефную часть по бокам гофрокартона. Продолжение следует... 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 Для стойки используем 3 деревянные шпажки, которые оклеиваем шпагатом. Шпагат можно приклеивать любым клеем, с которым вам удобно работать. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В этом топиаре имитация шоколадной плитки при помощи гофрокартона и шпатлевки А здесь использована только шпатлевка И первый и второй вариант мне нравятся Также я покажу вам третий вариант Там где использованы прямоугольники из гофрокартона Сверху оклеены бумажными полотенцами Так как поверхность была слишком рельефной Поэтому сверху я все-таки нанесла на нее шпатлевку И после высыхания зачистила наждачной бумагой Не знаю видно ли это будет на видео Но в промежутках между плиточками все-таки очень видны неровности Поэтому я считаю этот вариант менее подходящим Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится Отдельная благодарность всем моим зрителям Особенно моим подписчикам За то, что ставите лайки Делитесь моим видео в своих соц. сетях И пишите приятные комментарии Тем самым вы помогаете моему каналу развиваться Всех вас крепко-крепко целую и обнимаю Поздравляю с наступающим днем всех влюбленных Любите и будьте любимы А также всем вам как всегда желаю творческого вдохновения И всего самого-самого волшебно прекрасного До новых встреч!